Трусы. Наверное, не знали, какими пользоваться. Ваши русские оккупанты, я не знаю. А второй обдолбанный просто в сопли. И вот они... В чём нищета? Нищета в чём? С самого верху тебя звонили? Ленин, псевдоним, да, его. Но причём здесь Ульяновск. Ульяновск классный город. Есть шансов для Украины, это моё мнение. Потому что я люблю что русского, что белоруса, что украинца. Очень печальное зрелище. Вот он. Знаменитый. Как тебя зовут? Забыл. Трусы. Да чего вы, чё, скучные. Вот раньше было дело, помню. Ну, я понял, что... Знаешь, помнишь, мем был про тебя. То, что ты там трусы где-то там и ставил, копчу, связан. Ну, мем. Такой был. Что смешного в этом меме? Что смешного? Вот, я говорю, что вот он знаменитый, короче, и трусы. Что трусы? А что с трусами случилось? Ну, не знаю, ты там где-то их оставил, короче, кто-то... Что смешного в том, что кто-то украл трусы? Да, сейчас новым мем, а сейчас новым мем, короче, туалетов нет. Подожди, 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 давай с трусами разберёмся. Это, мне кажется, интересная тема. Почему нет? Ну, я думаю, что я должен как-то застесняться, типа... Почему? Подожди, ну ты что-то слышал про трусы, да? Вот, типа, Луганский? Да, про тебя и про трусы. А что ты слышал про трусы? А что ты слышал про это? Почему ты... Почему ты так... Агрессивный? Вообще, я же спокойный как танк, у меня нервы железные. Что ты слышал про трусы? Что в этом смешного? Про тебя слышал, что вот Луганский где-то... ...трусы. Что в этом смешного? Ну, в чём прикол? Шутка юмора в чём? Не знаю. Почему тебя это как-то заинтересовало? Ты разве... Ну, я уйдил от тебя, а у меня такая вот ассоциация. Смотри, какая интересная штука. С трусами какая вещь произошла интересная? Очень смешно... Ну, как это смешно? Тут, наверное, ничего смешного. Зачем он тренировался? Ну, ладно, Луганский. Я причём здесь оправдываю, я ни в чём не виноват. У меня на даче мародёры украли всё, вывезли всё буквально, включая нижнее бельё, включая трусы, да. Что в этом смешного? И почему я должен стыдиться этой истории? Ассоциация, когда видишь тебя, ассоциация такая, трусы. Не знаю почему. Ну, согласись, это очень тупо, чувак. Ну, согласись, что это очень тупо. Какая-то очень тупо с твоей стороны, не с моей. С моей-то стороны что тут смешно? Нет, да видишь тебя, это тупо. На самом деле, просто, ну, ассоциация такая-нибудь. Я же говорю, это очень тупо. Это тупое, очень тупое поведение. У тебя ассоциация. Ну, не знаю, тупое. Ассоциация у тебя должна быть простая. Смотри, вспомнил про мародёров, которые воруют, включая даже нижнее бельё у украинцев. Это значит, твои мародёры русские. Ты должен сразу эту ассоциацию в голове своей... Репарации. Репарации. Нужно будет потом платить за это. Репарации. Туалеты, они воруют, там, не знаю, микроволновки, они воруют. Ну, слушай, я рассказывал об этом много лет. Сегодня с этим столкнулась вся Украина, которая была, ну, та часть Украины, я имею в виду, которая была оккупирована. Просто это теперь очень большая территория, которая была оккупирована. И часть Киевской области, там, и Сумской области, и Херсонской области, понимаешь? Часть Николая. То есть, многие люди теперь столкнулись с тем, что, слушайте, да это правда. Не один я. У меня украли всё. Что интересно, давай ещё раз, я тебе расскажу. Зачем-то взяли, поломали зубные щётки напополам. Зачем? Как ты думаешь? Напополам? Да, зубные щётки. Наверное, не знаю, какими пользовался. Я не знаю сам. Я тебе просто говорю, вот по факту. Смотри, украли всё, всё просто вынесли. Ну, понятно. Смотри, вполне логично, вполне логично. С любой точки зрения, вынести бензопилу. У меня была бензопила на даче. Новая, вообще новая. Веришь, чувак? Подарили на день рождения отцу, но ни разу не использовали, ни разу. Вот она лежала, просто её отвези на дачу, типа, вот ни разу ещё не использовали. Вот её украли, но это логично. Они оборудуют свои какие-то позиции, да, там, режут лес, ну, логично. Ну, и понятно, да? То есть, но зачем поломали зубные щётки напополам? И зачем-то спиннинги новые, кстати, поломали. А зачем? А укра... А я не знаю. И украли, включая детские игрушки. Почему у тебя нет ассоциации про то, что... Там какие-то... Украли детские игрушки, зачем? Это не те люди. Не те люди, которые вообще там, ну, мыслить могут. Хотя бы, минимально. Я не знаю, там, ваши русские оккупанты. Я не знаю, о чём они думали. Зачем детские игрушки украли? Хорошо, смотри. Даже предположим, даже, предположим, что они украли нижнее бельё, нижнее бельё, всех, всех членов семьи причём, всех, ничего не осталось. Не только моё, включая детское. Ну, ничего, они грузили всё в мешки и вывозили. Ну, хорошо, они голожопые там, окей. Вопрос, зачем? Смотри, какая штука. А детские игрушки зачем? Вот. И у меня вопрос, зачем? Так, это ваши сделали? Откуда я знаю? Какие у меня должны быть предположения? Это ваши сделали. Так вот, у меня вопрос, зачем? Я не знаю. Зачем твои трусы кому-то? Зачем, блядь, детские игрушки? Ты видел ваших русских солдат? Ты видел ваших русских солдат? Тем более, ещё это был 14-й год. Ты вообще видел их? Ну, вживую сталкивался с ними, что вот русский солдат, водитель. Да, на вокзале видел. Милостыню, которую просят, где ты их видел? Нет, на вокзале видел. Ну, и как они выглядели? Обослушённые глаза. Глаза утреки вот, типа. Я иду убивать. Разве, ну, у тебя не возникло такое впечатление, что его надо срочно накормить как-то? Я не знаю, он голодный, страшный, нет? Нет, 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 нет. Всё не было. Я видел ваших русских солдат. Жуть. А я видел тоже. Где-то видел. В Луганске видел. В Луганске видел. Где? В Луганске в 14-м году их видел, конечно. Те, которые украли, естественно, конечно. Которые турцы крали. Бомжня просто, бомжня, просто реальная бомжня. Где бомжня? Ой, слушай, у нас интересная... Это сегодня, это сегодня они получают по 200 тысяч, сегодня. В 14-м году интересная была история. Понабирали на блокпосты, набирали вообще всех. Ну, приехали, короче, мы тут за русский мир, а все, даже, даже на Донбассе, как вы говорите, там, на Донбасс, русскоязычные, все, короче. Никто этот русский мир, нафиг он кому всрался этот русский мир. Типа, приходите к нам в ополчение. Кто пошел в ополчение? Алкашня, наркоманы. И у нас водители, ну, ездили, короче, они блокпостов поставили уже вокруг Луганска. Едет водила, говорит, реально страшно ездить. Говорит, я к вам больше, наверное, не поеду. Едет через блокпост, прикинь. Говорит, на блокпост, ну, типа, блокпост, надо остановиться. Ну, ты же там вооруженные люди, ты не можешь не остановиться. Выходят двое. Понятно. Один вот такой, говорит, ну, просто вот он, ну, я не то, что я как-то отношусь к людям с низкого роста, но он очень маленький. Плохо в детстве кормили, его очень маленький. Вот такой вот, он. Прям, и у него автомат, он говорит, я не шучу, он его держит за это-то, за, ну, за ремень. А он у него по земле волочится. А второй просто лежит. Ну, я думал, говорит, ну, или их постреляли, или что. А он лежит пьяный, ну, обдолбанный, типа. И вот он этот с автоматом идет, типа, проверять машину. А этот обдолбанный, и этот обдолбанный встает, поднимается и на машину, типа. Я говорю, а мне страшно, потому что они сейчас меня убьют, буквально, не понимая даже, что произошло. Я говорю, ты, я не знаю, что им говорить, потому что один просто, ну, он, ну, как, ему нельзя давать в руки оружие. Потому что он, ну, как это сказать, ну, короче, ну, негоден для воинской службы. Негоден. Да. Ну, негоден. А второй обдолбанный просто в сопли. И вот они, два этих ополченца, они за русский мир воюют, понимаешь. И вот как людям было жить тогда? Как ты думаешь, они могли, они могли украсть все, что угодно? Люди страдают из-за этого. Вот, я же говорю, при чем тут люди? Почему люди страдают? Из-за них должны люди страдать. Из-за того, что там какой-то там, ты увидел там где-то на блокпосту там. А люди здесь прием. Как людям жить, скажи? Как мимо этого блокпоста ездить? Ну, люди жили по-другому. До 14-й год. Как они жили по-другому? Хорошо у нас было возле... У нас возле... Возле этого, скажи мне, на въезде в Луганск со стороны Макарова оттуда. С той стороны на мосту. Я не знаю, где я езжу. Это хорошо. Вот это было неплохо. Это была хорошая новость. Ну, это постреляли и постреляли. Интересно. Да, если бы они только друг друга стреляли, так они ж мародерили. Понимаешь, какая проблема? Русский мир равно мародерство. Почему? Ну, потому что нищета. Почему? Ну, нищие, потому что. Ну, нищие. Ну, нищие, в России. Где нищие? Ну, ты, подожди, если ты сравнишь... Ты раздеваешь где? В каком городе? Ну, какая разница? Огромная разница. Есть Москва, в которой люди тоже считают, что это Россия. А есть какой-то, я не знаю, там, Тобольск. Смотри, я живу в Москве, но я бываю очень часто в Ульяновске. А, ты живешь в Москве. Хорошо. Ну, очень часто бываю в Ульяновске. Ну, смотри, хорошо, давай, давай посмотрим с тобой. Я там не видел. Не там, не там, я ничто не видел. Давай откроем с тобой. Меня брат встречает? Давай откроем с тобой. Ульяновск. Бараки. Давай. Ну, ты можешь загуглить Ульяновск, Бараки? На, посмотри, вот, как ваши находятся Бараки на улице Локомотивной. Ну, улица Локомотивная, знаешь, где в Ульяновске? Жить, я буду показывать, как выглядят Бараки на улице Локомотивной. Ну, зачем показывать, что там где? На улице Радищева. Ну, так это Бараки, понимаешь, что такое Бараки? Бараки, где нет отопления, где нет канализации. Ну, ты видел Бараки, как выглядят в Ульяновске? Загугли, посмотри. Это нищина. Ну, зачем Бараки в Ульяновске? Потому что человек, который приезжает из Ульяновска, который жил в Бараках, и видит, как украинцы живут, понятное дело, он украдет все. Ну, в Ульяновске бывает чаще, чем ты. Ну, вот Бараки на Локомотивной улице, посмотри. Да, это не проблемы свои. Ну, нищета, ты, господи, в чем нищета? Нищета в чем? Во всем. Например. Например, если человек живет в Бараках. Давай, сравним украинца и русского. Найди мне. Давай, хорошо, давай, хорошо. Давай, смотри, я открываю Ульяновск, пишу Ульяновск, Бараки, сразу же, на тебе. Найди мне в городе, в каком-нибудь Украине, Бараки. Бараки, не знаю, там, Львова. Давай, давай. Да, да, да. И там тоже самое. Давай, найди мне Бараки во Львове, найди. У меня нет таких возможностей. Ну, давай, у меня возможности есть. Смотри, давай, давай, пишу. Львов. У меня телефон только, у меня телефон в руках. Бараки. Ну, где? Да. Где Бараки во Львове, если нету Бараков во Львове? Яновский концлагерь, пишут. Констанстрон, конституционный лагерь. Лагерь смерти, организованный нацистами в сентябре 41-го года. Сразу. Площадь Данила Галицкого. Не знаю, там, в Витоме. В Житомирном. Да, Львов. Чувак, в Украине нет Бараков. Их нет. Они когда-то... Бараков нету. Они когда-то были... И нету Бараков. Ты смеешься, ты шутишь, что ли? Что такое Бараки для тебя? Бараки. Временное жилище. Куда расселяли людей, у которых вообще не было никакого жилья. Они были созданы, построены наспех. Там был вообще насыпной метод постройки в том числе. Знаешь, что такое насыпной метод постройки? Я недавно узнал, кто в прошлом году. Вообще не знал, что такое существует. Честно не знаю. Смотри, брали из досок стену, собирали из досок с одной стороны и с другой стороны. Вот такую вот брали. А внутрь, между двумя этими стенами из досок... Песок, не песок, грунт. Тут то, что было вот, ну, земля, просто земля, грунт. Вот то, что вот они где строят. Никакого не было, никакого фундамента. Ничего, просто. Вот, ставили вот так вот на цепной метод. В Имульянске есть такое? Ну вот люди живут до сих пор. Я тебе только что показывал. Это доски. И смотри какая штука. Подожди, мне просто звонили там сверху. Тебе звонили. Ну, извини, я может не убить. С самого вверху тебе звонили? А, покажи мне, да. И вот в бараках... Где В Имульянске, на какой улице это... В бараках нет? Давай вернемся тебе. Бараки. Улица локомотивная. Улица локомотивная. Улица локомотивная. Нет, покажи, где в бараках там люди живут. Я просто не знаю, там... Вот тебе барак. Смотри, видишь барак как выглядит? Он деревянный, видишь? Вот деревянный. Из дерева сделанное. Дерево. Да, да, да. Это из дерева... Это из дерева... Где в Имульянске так люди живут? Чувак, улица называется локомотивная. Скорее всего, что эти бараки построены для железнодорожников, как временное жилье. И вот люди живут в этих деревянных домиках. Они деревянные не потому, что они из срубов сделаны. Я знаю всех. Я знаю людей, которые живут плохо. Вот я знаю людей, которые живут в домах, которые построены там... Ну вот, знаешь, деревянные вот эти. Ну типа деревянные... Что такое деревянные дома? Расскажи мне, что такое деревянные дома? Да, ну ты вообще на самом деле... Ругаски, ты немножко... Гугли, смотри. Локомотивная. Дом номер 82, 84, 86, 88. Улица локомотивная. Вот тебе фоточки. На, смотри. Мари, видишь, как дома выглядят? Вот это дома. Без говно и веток. Да нет. Это надо говорить, не ругайся. На улице локомотивная, 86. Не, не ругайся, я просто понимаю, что... Ну это глупость полная. Я с тобой, кстати, согласен, что это глупость полная. Ну я согласен, это глупость. Жить в бараках плохо. Ну я согласен с тобой, что ты говоришь глупость. В бараках нет водоснабжения. Где, в Ульяновске нету воды? На локомотивной, 86, нету. Представляешь, канализации нет, представляешь? Ну вот люди живут, а канализации нет. Ну детство там прожил, и ты мне говоришь, нету там... Я вижу, что ты все детство там прожил. Оно накладывает отпечаток. Город Ульяновск накладывает отпечаток свой на внешность и виспе на поведение человека. Вот ты мне сейчас говоришь, знаешь, про Ульяновск, того, что, ну вот, образно говоря, да, то есть... На интеллектуальное развитие. И ты мне говоришь того, что нету этого. Хорошо, хорошо. В 90-е годы я бы тебе сказал бы, Луганский. Ты *** не ругайся. Почему Ульяновск называется Ульяновском? Ну потому что Ильич Ленин. Что Ильич Ленин? Что родился там? Так он Ленин или Ульяновск в смысле? Ульянов. У него фамилия. А Ленин? Ульянов. Так, Ленин. У-у-у, псевдоним. Он книги писал? Ленин, псевдоним, да, его. Что хорошего сделал... Ульянов. Что хорошего сделал Ленин для города Ульяновск? Кроме того, что он там родился. Из Симбирска в Ульяновск. Все, что он взял. Он его переименовал? Да. Ну не он, а вообще. То есть город переименовали из Симбирска в Ульяновск. Все, что сделали хорошее. Все. И все, и больше ничего хорошего. Бараки, может быть, еще построил? А город дальше развивается. Как развивался? А город дальше развивается. Как развивался при Ульянове, так и развивается. Ну извини, там есть гостиница Венец. Не ругайся, не ругайся. Не ругайся. Туда попался бы. Ну ты туда попал? Не ругайся. Куда я должен попасть? Ульяновск. А куда надо попасть в Ульяновск? На улице Локомотивную? В гостиницу Венец и там дальше. Гостиница как называется? Венец. Венец, Ульяновск, Венец. Творец, Венец. Гостиница, Венец. А что в этой гостинице такое? Ну что? Ну вот эта гостиница. Ну она такая большая, короче. Ну типа она многоэтажная, квадратная, прямоугольная такая. Ну да, большая такая. А в чем прикол архитектуры? В чем прикол архитектуры? А там Волга, а там другой берег. Там красиво на самом деле. В чем прикол архитектуры? Ну вот построили вот такое здание. Что на него? Я же не знаю. Ну это архитектор, так сказать. Архитектор. Ты был где-нибудь в мире? Где ты был, в каких странах ты бывал? Ну конечно я был. Ну где? Ну господи, я был, не знаю, там в Эмиратах типа. Где еще ты был, кроме Эмиратов? В Эмиратах я был, в Германии я был. В Швейне. Где тебе понравилось? Вот где красиво? Ой, мне в Эмиратах очень понравилось. Эмираты новая страна, она вот сейчас только строится. Вот та страна, которая давно была построена. Ну понятно, когда Ульяновск уже был, там в Эмиратах еще ничего не было. Нам тут сложно сравнивать. Ну причем здесь Ульяновск? Ульяновск классный город. Хороший город. Хороший город. Да. Почему ты уехал из Ульяновска в Москву? Да я не уехал из Ульяновска, вообще с Минска. А ты вообще белорус? Да. Понятно. А что в Ульяновске делаешь? А Ульяновске мои родственники, Советский Союз. Советский Союз. Да, там-танковые училища. Какое? Батю отправили, короче, в свое время в Минск. А, танковые училища. Я там обратился в Минск. Что ты знаешь про танки? Ты в танки играешь вообще? Да нет. А что про танки знаешь? Я выгранирую. Про танки, что ты про танки знаешь? Да вообще ничего не знаю. Я понял, ты вообще... Слушай, это хорошо, простой к тебе вопрос. Как ты думаешь, с чем война закончится? Какие твои прогнозы? Ой, я думаю, что Россию, ну, то есть, там, без шансов для Украины. Но это мое мнение. Что? Без шансов для Украины. Это мое мнение. Ну, почему? Я думаю, как обок... Ну, потому что там нету, там, у вас не ресурсов, ничего нету. Ничего вы здесь можете сделать. Ни бараков, ничего нету. Ну, при чем здесь бараки? Мне кажется, это крайне важный вопрос. Ты так, смотри, ты так к этому снисходительно относишься, типа, какая разница? Ну, трусы украли, ну, украли игрушки, ну, бараки, ну, какая разница? А это, а это цель, это цель войны, понимаешь? Цель войны, поехать нажиться, поехать туда, повоевать в Украину. Потому что я этих людей знаю, в России. То есть, я сам белорус, да, то есть, я родился в Минске, я там вырос, короче, туда-сюда, там, где-то, я знаю, у всех русских. Да, трусы, да хуй мне возьмут эти трусы. Ты знаешь белорусский язык, знаешь, мову, знаешь, белорусскую? Да, белорусскую мову я, ну, разумовляю, вельми добро. Вельми добро? Вельми добро. Добро. Ты грамадин какой страны? Громадин Беларуси? Беларуси. Беларуси? Ты считаешь, что мы братские народы? Ну, типа, россияне, украинцы, беларусы. Да, так. Это братские народы. Чему ты так считаешь? Потому что я люблю, что русского, что белоруса, что украинцы. Как ты думаешь, это взаимно? Это моё мнение. Моё мнение, что мы братские народы. Как ты думаешь, любовь это взаимно? Ну, не знаю, нет, конечно. Кто-то любит, кто-то нет. Как ты думаешь, отношения между Украиной и русскими? Между украинцами и русскими? Хорошие? Наверное, скорее всего, знаешь, что есть люди, которые любят, а есть люди, которые ненавидят. И больше тех, кто ненавидит. Хорошо. Ты считаешь, что у Украины нет шансов? Почему? Ну, потому что нет шансов вырезать. А, это позиция, как у Портоса. Это моя позиция. У тебя ко мне какие-то вопросы есть, я понял. Нет, я тебя знаю уже с... 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 Да. Очень печальное зрелище. Очень печальное зрелище. Представляет собой очень печальное. Ульяновск накладывает, конечно, свои отпечатки. Накладывает. А вы еще говорите, памятник у Лени, памятники Ленину сносить не надо. Мама, дорогая, все на Лени как раз и завязано, мне кажется. В этом вся причина. Редактор субтитров А.Семкин